Трасса протяженностью чуть более километра стала настоящим событием не только для местных жителей, но и для всего города. Дело в том, что построенная по последнему слову техники дорога разгружает движение по Мещерскому бульвару и делает удобным транспортное сообщение для жителей двух больших микрорайонов. А для муниципальных властей этот объект имеет к тому же принципиальное значение. Если бы это не было первым за 10 лет последним открытием дороги, которая сделана исключительно муниципальные средства, я бы сказал, что это должно быть рядовым событием. То, которое должны в рабочем порядке, мы ежегодно открываете ни одной, ни две, ни три. Но это первая дорога за последние 10 лет. Важна не просто эта магистра, важен подход, который сегодня мы предъявляем к строительству в городе. Я считаю, что в каждом районе города должны появиться новые современные микрорайоны, в которых все построено с нуля. Новые дороги, новые школы, новые детские сады, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, ну и, конечно же, современное качественное жилье. Дорога обошлась городу в 136 миллионов рублей. Как утверждают строители, для трассы такого уровня, а она сделана из трехслойного асфальтобетона, оснащена ливневой канализацией, ограждениями и остановочными павильонами, это нормально. Это европейские цены. Давно по таким ценам не строились дороги. Это, я думаю, что это хорошо, это недорого, это, слава богу, что так. Значит, дороги будут хорошие. В ближайшее время здесь установят конечную остановку троллейбусов. Для жителей Мещеры это большое событие. Ну а у дорожников сегодня двойная радость. Именно сегодня Гумиду исполняется 9 лет со дня образования, и мы сегодня открываем вот этот объект, хороший объект. И нам поэтому приятно, что мы отцепили себе подарок сделать. Не только не для городца. Руководители городской администрации продемонстрировали качество подарка, проехавшись по нему в автомобиле, на крыше которого установили стакан с водой. Стакан ни одного капли нет. Волный. Вот так вот. Александр Позняков, Владимир Сиганов, Объективно, ННТВ.